всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами сделаем немножечко необычный расклад те кто со мной давно знают что я люблю разного рода эксперименты тем более что на своем канале я всегда позиционирую себя как торолога который делает расклады на основе философии и психологии как минимум микс этого ну и уже второстепенно идут эзотерические знания хотя это все всегда сплетено в одном из раскладов я сейчас уже не вспомню где-то в комментариях когда я читала зашла речь с кем я переписывался сейчас не помню о геометрических фигур по-моему это был расклад фантазия если я правильно помню и а там я представляла с помощью карта так интересно очень мы рисовали с вами себя как некое такое мифическое существо и вот в комментариях общаясь с кем-то из подписчиков я извиняюсь что я не с не записала имя вот но я надеюсь комментариях я увижу ваш комент я пообещала сделать расклад как раз таки на тему какая вы геометрическая фигура есть психологии такой даже тест называется он психо геометрический который с помощью get скорее всего через геометрические фигуры в данном тесте взяты пять фигур за основу по описанию мне косноязычие по описанию этих фигур можно понять вашим о вашем психотипе так вот сегодня я хочу сделать нечто такое аналогическое челес 2 понять какая бы вы фигура были и я не буду себя ограничивать пятью фигурами то есть квадрат круг прямоугольник треугольник и зигзаг то есть вот какая фигура выйдет такая выйдет а потом еще дополнительно я вам зачитаю то есть если та фигура который я увижу как-то подойдет одной из пяти фигур которые я озвучила я вам зачитаю описание через психологический через психологическую интерпретацию в общем суть сегодня с одной стороны по развлекаться с другой стороны посмотреть насколько таро сможет ответить вот на такой вопрос и насколько скорее всего таро сможет ответить на сколько я смогу это про интерпретировать вот такой у нас сегодня будет расклад такое предисловие благодарю сразу всех за донаты которые присылаете мне приятно напоминаю что мне есть второй расклад то любит коротенькие расклады до 10 минут переходите по ссылке под этим видео и подписывайтесь и так у нас с вами будет репозиция думала может быть сделать больше но потом решила все-таки три я вот думаю одну фигура давайте так мы сделаем то есть сейчас в процессе импровизирует сделаем две фигуры одна будет описывать вашу сильную сторону а другая наверное будет описывать вашу слабую сторону давайте так посмотрим хорошо приступаем работаю на колоде таро небо земля напоминаю что по воскресенье делаю обзоры своих колод не совсем традиционном порядке вот но кто не смотрел посмотрите в разделе плейлистов есть отдельный плейлист который называется обзор моих колод а мы с вами приступим итак позиция номер один голубенький камеш попробую вас описать вашу сильную сторону и даже не знаю как это сделать но ладно смотрим значит ваша сильная сторона единички какая бы фигура была ваша сильная сторона король мечей здесь легко и просто здесь сразу квадрат здесь сразу выпадает квадрат и поэтому давайте я вам зачитаю то есть если вы лапка и другая фигура да я бы описывала с помощью таро вот но здесь интересная стратка наверно всех есть да наверно вас разные такие тетрадки заметками причем так интересно я когда начинаю что-то писать какие-то заметки сначала начинают так аккуратненько в линию а потом дополнять вокруг вокруг потому что у меня всегда места не хватает мне в голове так все укладывается и так по поводу квадрата единички ваша сильная сторона что нам говорит психогеометрический тест что вы по своей натуре человек руководитель аналитик достаточно требовательные эрудированные терпеливые выносливые упорные доводите дело до конца это очень важно обращайте внимание на детали человек который любит порядок аккуратность да мы смотрели же плюсы что еще я могу добавить это вот то что говорит психологический тест ваша сильная сторона квадрата да то есть вам очень важно даже если у вас этого нету вам очень важны личные границы потому что квадрат это про стабильность это про конкретику это про некую систему структуру когда такая знаете вот упорядоченность во всем четкость ясность понимания умение а знаете вот очень хороший такой исполнитель причем исполнитель не тот которому знаете вот просто дали какое-то задание и и он просто выполняет потому что ему сказали вы можете привносить свои какие-то корректировки и улучшения по обстоятельствам то есть если в каком-то проекте есть необходимо что-то сделать вы не тот человек который будете брать на себя как этот не ответственность какой-то решение нут лидерские какие-то качества до что-то предлагать но если надо что-то усовершенствовать да вы это сделать то есть допустим если вам дадут дать дадут дать если вам дадут таблицу excel и надо будет ее заполнить да то вы не просто забудете заполнять ее по цифрам а вы еще аккуратно и и так оформите что ну то есть необходимые какие-то ячейки вы их заполните может быть светом может быть немножечко подкорректируете штрифты таким образом чтобы было четко понятно то есть к делу относитесь хочется сказать так знаете совестью с пониманием и вносите корректировки которые вот именно необходимы причем вам не нужно одобрение друг на вашего начальства вы это делаете потому что вы понимаете что вы поступаете правильный верно дальше ваше внимание всегда падает на какие-то детали это может быть как плюсы в минус но мы сейчас рассматриваем вашу сильную сторону поэтому детализации неких к таких вещей да когда вы умеете подмечать мелочи особенно если вы мужчина это очень хорошо будет при взаимоотношениях женщин да когда есть такая черта у женщин да я подстрелилась смотришь а где ты что вас ну как же я же кончики до чуть-чуть подрезал и вот значит мужчина сложно замечает такие детали у женщин да что он там кончики подрезали что он и другая женщина всегда заметит вот здесь вот это вот как раз к детализации да вам идет если вы мужчина пойдет во благо потому что вы замечаете что вот что-то изменилось в плане знаете вовремя сделать какой-то комплимент но так по сути вы человек такой спокойный спокойный размеренный в принципе никуда не торопитесь и но у меня вот такое вот ощущение что вы немножечко в стрессовом состоянии такой находите что да у меня все под под контролем все я сдам вовремя все отчеты все планы но при этом это вот все как-то проходит немножечко в стрессовом таком порядке это ваши сильные стороны сильная ваша страна квадрат согласно психогеометрическому тесту там значит если я не ошибаюсь выбирается пять фигур и их можно ранжировать поскольку все геометрические фигуры так или иначе а есть каждом человеке просто капи доминирует они лидирующие как-то как некоторые более спокойным либо недостающим так скажем на ну те которые нужно развивать качество свойства и вот мы взяли сегодня крайности то есть ваша сильная сторона и ваши слабые ваша сильная сторона это вот четырехугольник по королю мечей да еще знаете так умение замечать разные идеи очень быстрый ум при вашей физической медлительности очень быстрый ум аналитика умеете анализировать и работать с информацией с большими объемами информации классифицировать ну по крайней мере для себя до понимать вот это вот это 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 то есть хорошо с цифрами да тоже такое может быть что с цифрами хорошо работаете ладно ваша слабая сторона какая геометрическая фигура восьмерка мечей здесь мне кажется что ваша слабая сторона была бы треугольник объясню почему потому что восьмерка мечей говорит о невозможно себя как-то вот запутался либо я не вижу куда мне дальше идти хотя нет не треугольник дождите секунду до треугольник и возможно возможно в некоторых этапах прямоугольник почему добавляю прямоугольник приму прямоугольник потому что это такое знаете состояние временное до из когда человек находится в неопределенном состоянии когда человек находится в каком-то кризисном состоянии прямоугольник всегда показывает нам человека который осознает что вот какие-то перемены происходят но пока еще нету понимания куда ему дальше двигаться либо куда его эти перемены выведут это такого знаете вот некий промежуточный этап поэтому я сказала что здесь это как слабая сторона но при этом вот мне все-таки кажется что восьмерка мечей нам будет говорить утром о треугольнике почему потому что треугольник это люди такие знаете до штат достаточно решительные целенаправленные устремленные то есть они когда идут к своей цели они не обращают внимание ни на какие трудности их ничего в принципе не останавливает они заточены на достижение своей какой-то цели вот восьмерка мечей здесь говорит как раз таки о том что человеку не хватает решительности вот ваша слабая сторона это отсутствие решительности и давайте я почитаю по треугольнику слабую сторону если я ее здесь отметил да это человек это ваша слабая сторона сторона человек который с трудом признает свои ошибки он хочет быть всегда правым и не принимает чужого мнения то есть ему не хватает именно творческой составляющей и вот мы видим что ваша сильная сторона как краски ментальная и но вот а слабая не хватает творческого какого-то подхода я не имею ввиду эмоций а именно какой-то вот такой знаете оригинальности да когда ты выходишь из за за пределы рамок в то что мы говорили то на что вы опираетесь то что является вашей сильной стороной то есть решительности здесь не хватает что значит сильная сторона это та которая лидирующая а слабая вот если бы почему я говорю треугольник если бы вам предложили выбрать одну из пяти фигур то наверное та фигура на которую вообще бы не обратили внимание это было бы вот именно треугольник то есть вы бы его в меньшей степени выбрали посмотреть понаблюдайте за собой как что вы рисуете когда вот о чем-то думать может быть просто ручку держите в руках да иногда как этот неосознанное рисование вот вашем случае это был бы квадрат как сильная ваша сторона и вряд ли вы бы рисовали треугольник вот это вот краски есть показатель вашей слабой стороны шестерка педагли да вам не хватает знаете вот какой-то решительности именно в коммуникации в общении она вот общение взаимодействия с другими людьми вам не дается так просто есть возможно вам просто было бы в какой-то системе что-то вот знаете организовать кому-то дать какие-то указания да по королю мечей по вашей сильной стороне но вот именно взаимодействовать на равных вот как-то вот просто разговаривать вам будет достаточно сложно я не имею ввиду сейчас близких вам людей до друзей а вообще людей вот выстраивать коммуникацию именно на равны до братья давать вот это вот баланса как такового равного у вас нету есть такое ощущение знаете вот если бы выпадал великий аркан выпал бы император такое ощущение что вот вам проще самим что-то сделать чем кому-то что-то объясняется вот это вот показатель того что как раз ки с коммуникацией достаточно но это та страна скажем я не хотел сказать сложно но скажу иначе это скорее всего та сторона которая можно было бы как-то усовершенствовать чтобы она стала лучше вот такая вот была позиция пишите как насколько отозвалось да я не люблю слова насколько совпадает не совпадает вот но потому что для меня таро это не система гаданий до моем понимании гадание это когда я в чем-то не уверен и вот я гадаю и ну какой-то процент может случиться какой-то нет у меня здесь четко нету гадания здесь есть четкие ответы которые попадают вопрос отзывается или нет так позиция номер два двоечки привет как я и говорила в первой позиции если вы не смотрели либо не смотрели в начале мы смотрим две фигуры по психогеометрическому тесту психологии вашу сильную сторону и вашу слабую сторону сильная сторона будет одна фигура это та которую вы выбрали бы скорее всего из пяти озвученных в самом начале то есть это квадрат круг прямоугольник треугольник и зигзаг вот то что вы выбрали бы из этих пяти фигур это будет ваша сильная сторона то на чтобы вы никогда в жизни не обратили внимание это вот ваша слабая сторона и я попробую по картам считать и дополнительно то что у меня есть в заметках по психогеометрическому тесту готовы сделала вступление потому что не все к сожалению к моему слушают вступление приходится повторяться так ваша сильная сторона и и рафант поскольку все таки это пятая арканда хочется сказать пятиугольник но я скажу иначе вот психогеометрическом тесте нету такой фигуры это звезда давида это звезда давида она состоит из двух треугольников треугольник вершины вверх и треугольник вершины вниз и соединение этих двух треугольников дает нам шестиконечную звезду вот о чем это говорит треугольник вверх это идеальный материальный мир треугольник вниз это идеальный духовный мир и никак не наоборот не случайно кубки у нас идут треугольником вниз а воздух идет треугольником вверх так вот духовный мир это треугольник направленный вниз то есть нисхождение энергии соединение этих двух треугольников двух идеальных миров дает некий такой баланс и гармонию исходя из этого я могу сказать что ваша сильная со стороны это умение при желании находиться в балансе и гармонии сама по себе фигура треугольника она говорит о лидерских каких-то качеств здесь вот у меня такое ощущение что все-таки больше доминирует у вас здесь как-то вот баланс он до больше идет в духовность безусловно потому что выпало и и рафан но вот здесь мне кажется вы могли бы сбалансировать вот эти вот и две силы то есть умение держать баланс быть гармонии блин вот я не подумала посмотреть еще что что может означать звезда давида хорошо давайте так посмотрим я просто не рассчитывал да и вот выпадает второй великий аркан это отшельник ну вот здесь действительно присутствует какая-то духовность да я поняла мне просто подсказали о том что что сверху что снизу что внутри то есть снаружи вот как раз таки умение вот ваша сильная сторона это умение взаимодействовать на внешний мир через внутренний и наоборот умение взаимодействовать на внутренний мир через внешние какие-то факторы в любом случае ваша сильная сторона это вот баланс именно до нахождение умения пребывать в этом балансе и гармонизировать либо себя через внешние какие-то факторы то есть каким это образом может быть не знаю создавать какую-то такую уютную атмосферу для того чтобы на душе было спокойно либо наоборот когда на душе спокойно это выражается в том что вот вы как-то может быть все хотите приукрасить то пространство в котором вы находите как-то вот облагородить может быть знаете вот цветы как какие-то посадили да либо если вот вы находитесь где-то на земле на своем участке то вот побольше зелени для того чтобы как-то сгармонизировать цветовую гамму вы четко понимаете и ощущаете что вот вот этого цвета не хватает наоборот если у вас очень не знаю делаете вы это осознанно или нет но вот мне здесь показывает что когда у вас не очень возможно хорошее настроение вы чисто интуитивно понимаете что то есть что вам нужно одеть одежду какого-то определенного цвета обычно как у людей бывает если не очень хорошее настроение дата они например могут выбрать серый цвет такой невзрачный да либо например ну черный ну коричневый редко вот потому что он созвучен их настроению а у вас идет от обратного то есть вы понимаете что не очень хорошее настроение вот надо как-то поднять и вас тянет как раз кино тот свет который вот желтый может быть да но не едкий а голубой таки вы знаете вот приятные цвета легкие для того чтобы поднять как-то свое настроение здесь вот такие моменты идут такой знаете вот легкая легкое отношение я не могу сказать что очень быстро отходите от каких-то переживаний но по крайней мере у вас есть это понимание что надо себя вытаскивать и вы всем всеми способами возможными вытаскиваете себя из сложных ситуаций то есть каждый может придумать какой-то вот свой индивидуальный подход не обязательно изучать какие-то техники вот ощущение того что вот эти вот все здания они есть внутри вас и вот задача ваша я помню неоднократно говорю двойка когда что-то вам выпадает арка влюбленных как как символ именно гармонии красоты вот ваша сильная сторона это как раз таки все что связано с красотой я просто сейчас подумала что наверное возможно из пяти геометрических фигур если надо было обязательно что-то выбрать возможно вы бы выбрали зигзаг ладно это ваша сильная сторона но однозначно не логика и не чрезмерно эмоциональность не здесь вот какая-то такая знаете энергия мягкая размеренная и не могу сказать что вот вот капризность и вот это нет это вот прям совсем не про вас но при этом вот именно что-то такое знаете обволакивающие понимающие сопереживающие вот вот это вот прям вот про вас про вас почитайте про звезду давида не знаю почему мне так захотелось вот здесь прям она и отзывается что-то такое лунная лунная интровертные и лунная и вот знаете ваша улыбка это вот все что я говорю сейчас да это все ваши сильные стороны и вот как-то ваша улыбка такая она понимаете она мягкая она приятная хочет сказать вот на вас приятно смотреть когда вы улыбаетесь что-то такое знаете чистое не смех а именно улыбка такая как-то немножко застенчивая что-то есть в ней невинного такого знаете чистого открытого не детского а какой-то вот знаете юность что ли не знаю очень очень приятная улыбка так ладно ваша слабая сторона ваша слабая сторона какой какая какая фигура выпадает туз кубков ну конечно же на туз кубков я могу сказать что здесь круг ну хотя давайте я еще посмотрю и рыцарь мечей нацеленная на нацеленная на на эмоции все-таки мне кажется что ваша слабая сторона это скорее всего круг так круг 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 секундочку слабая сторона это минусовое проявление круга о чем это говорит говорит о нехватке как раз таки системности логичности структурности то есть противоположность непосредственно квадрату и здесь минус может быть проблемные взаимоотношения почему потому что по кругу люди они очень эмпатичные и умеющие создавать комфорт но здесь этот круг он у вас проигрывается в минусе не как сильная сторона а как слабая и исходя из этого можно сказать что вот где-то вы идете в партности наступаете где-то себе на горло для того чтобы избежать как-то острых углов и вы знаете как-то ну не нарваться на конфликт может быть слишком много отдаете и ну вот как-то в ущерб себе вот ваши взаимоотношения иногда бывают такие чтобы вот избежать вот тут вот конфликтность очень сильные яркие эмоции переживания которого неприятны вот вы можете идти на уступки или либо делать то что ну вообще-то не нужно да и кто-то со стороны это можно будет сказать что вот вы слишком мягкий человек но здесь не про мягкость а здесь про то что эмоции вы очень ярко переживаете очень сильно и вот чтобы это как-то избежать знаете вот как некая такая форма самосохранения да вы предпочитаете ну вот не конфликтовать до либо делать то что у вас просит партнер также здесь слабая сторона по кругу заключается именно в привязанности да очень привязываетесь по другим людям можете себя как-то ранить знаете как-то вот ущемлять себя в чем-то чтобы другому человеку было рядом с вами хорошо а еще застреваете в зоне комфорта потому что в плюсе люди круга они умеют создавать вот этот вот уют комфорт о котором я говорила ранее да а в минусе это когда мы застреваем в этом уюте и в этом комфорте и не развиваемся дальше поэтому знаете у меня вот так вот по ощущениям сильная сторона эта звезда давида но со склонностью больше к воде до кругу а слабая сторона это вот круг то здесь получилось две геометрические фигуры пишите мне обратную связь не будет интересно насколько отозвались эти геометрические фигуры у вас так позиция номер 3 троечки если вы не слушали вступление я говорил о том что на основе психо геометрического теста мы сегодня посмотрим с вами какая бы вы фигура были и посмотрим четверка мечей никакая ставьте мне в покое и посмотрим ваши сильную сторону и слабую как две крайности до в виде геометрических фигур так смотрим какая фигура ваша сильная сторона какая геометрическая фигура ваша сильная сторона королева кубков удивительно не ожидал я думала что это все таки будет больше двойкам хорошо давайте я вам зачитаю значит королева кубков круг ваша сильная сторона это круг вы люди которые умеете поддерживать других людей иногда прикипаясь и к людям создаете достаточно такие морально-нравственные отношения любите комфорт гармонию вот я читаю у меня такое ощущение что вот вообще не про вас вообще ну вот нет откликов хотя кто знает комфорт создаются такие гармоничные отношения чувствительные сентиментальные разбираетесь хорошо в людях всегда идете первыми на примирение сглаживаете углы в отношениях достаточно обаятельные люди которые ориентированы на отношения у меня такое чувство я могу ошибаться но по королеве кубков безусловно здесь идет круг но если операция все-таки на мою интуицию они на то что было сказано ранее либо то что я сейчас описала то есть двойки перекачали у меня в тройке на такой тоже может быть либо вот то что я сейчас описала это настолько внутри вас что возможно это ваша сильная сторона но вы ее не проявляете то есть может быть как-то внутри есть опора потому что внешне вы мне идете но больше огненными больше жезловыми и может быть сейчас этап такой когда вот вы слишком такие знаете ну чувствительные эмпатичные либо это настолько глубоко внутри вас скрытой вы это не показываете людям потому что у меня идет больше знаете не круг а скорее всего больше некий такой зигзаг и треугольник то есть нечто такое огненное жезловое опять-таки если это эмоциональное то это скорее всего больше было бы не по кругу а по зигзагу когда такое знаете вот что-то эпатажное что-то такое яркое творческое не в плане рисования а вот именно в плане знаете вот если выбирать какой-то художественный стиль это не было бы там я не знаю акварель а это вы бы например рисовали углем либо рисовали маслом и это вот были бы такие знаете вот как это какие-то геометрические фигуры может быть да либо что-то такое сюрреалистичное но не не классика да не реализм вот что-то такое абстрактное я вижу вот вы бы такой такой стиль выбрали ну то есть здесь вот у меня такое двоякое ощущение то есть карты говорят одно а моя интуиция говорит другое поэтому я вам говорю два варианта вы мне напишите что что вернее то что говорят карты ну исходя из геометрических фигур либо то что говорит мое мое чутье хорошо почему такое разногласия десятка кубков так и и королева жезлов то есть разногласия не здесь возможно идет какой-то вот переход этап скорее всего вы пребывали вот в таком состоянии пока королеве кубков да когда вы были вот вы именно в этом состоянии круга а сейчас переходите как раз таки либо в треугольник либо вот в зигзаг по треугольнику люди проходят такие знаете решительные целенаправленные огненные люди которые любят обучаться чему-то да люди у которых есть коммуникации связи какие-то связи необходимые пускай они достаточно поверхностные да то есть них нету ну глубины такой вот душевности связи привязки вот но при этом люди с большим списком контактов здесь такое очень интересный момент хорошо еще вот посмотрю вот вашу сильную сторону почему у меня такое ну вот выпадает тройка жезлов говорю как то вот может быть вы сочетаете да может быть вы сочетаете вот тройка жезлов смотрите три жезла треугольник может быть вы сочетаете круг и треугольник в себе хотя ну давайте я сочетаю вам треугольник чтобы посмотрели отзывается или нет так может быть две фигуры у вас ведущие то есть вы люди которым важен статус положение вот это вот прям вот мне откликается вот мне по моей интуиции откликается нежели вот это вот ваша эмоциональность я может быть как я уже сказала переход идет вы умеете выстраивать приоритеты ну то есть четко понимаете что вам нужно как вам нужно достаточно амбициозные возможно эгоцентричны в некоторых моментах энергичные решительные уверенные в себе люди которые учатся имеют много связи контактов как я уже говорила да уверенные в себе лидеры люди которые нацелены амбициозные и говорила не помню нацелены на какую-то конкретную цель вот это вот ваши сильные качества что давайте посмотрим какая фигура у вас самая слабая то есть который вы к никогда бы не выбрали если бы знаете бывают такие моменты свободного рисования да когда начинаешь рисовать какие-то ну о чем ты думаешь и неосознанно начинаешь рисовать какие-то метрические фигуры какую фигуру вы не выбрали выбрали ну то есть чтобы вы рисовали мы сказали это уже либо круг либо треугольник да вот что то такое а вот чтобы вы не не рисовали неосознанно это вот чтобы было какая фигура девятка пендакли квадрат и девятка педакли и рыцарь жестов да вот я говорила про зигзаг но здесь получается так что вот вы никогда бы не нарисовали квадрат и вот эту вот молнию до никогда не рисовали такие зигзагообразные фигуры какая слабая слабая черта у квадратов на что у них в минусе это чрезмерное чрезмерное внимание к деталям и знаете вот такая аккуратность когда может быть вот некий такой как этот перфекционизм идет слово идеал перфекционизм то есть вы знаете обращаете на какие-то мелочи и вот прям вот ну дотошными становитесь да вот это вот прям может идти в минус также противополно минусовая черта квадрата это как раз таки вот это вот аккуратность до чтобы вот все было структурно чтобы все было по полочкам это вот минусовое проявление то есть у вас этого нету а вот что я хочу сказать то есть какая ваша слабая сторона что возможно там где вы находитесь царит некий такой хаос но хаос для людей в вашем понимании вот именно в этом хаосе вы находите какую-то свою структуру и какой-то порядок но вот при этом нету вот этого может где-то не очень-то аккуратно и на ну вот недостаток либо наоборот недостаток какой-то вот внимательности пропускаете какие-то вещи которые вам кажутся ну вот не нужны не обращайте внимание на детали слабая сторона также может быть связана с тем что упускаете какую-то информацию может быть как-то слышали но не обратили на нее внимание и потом когда наступает тот момент когда эта информация нужна была бы а вы как будто бы упускаете это из поля зрение что-то мне там где-то говорили а вот я упустила вот час это надо было это было бы уместно вот такая такие вещи тоже детали вы как тут больше масштабно смотрите так и по зигзагу то что я сказала до минусовое проявление а излишнее эмоциональные то есть это ваша слабая страна что на борт не хватает проявления скорее всего эмоциональности не сдержаны мы говорим о том что это в минусе до ваша минусовая то есть сторона вы не любите всевозможные вот структуры то что я говорила да вот по квадрату как раз таки не любите вот этот вот порядок аккуратность структуры рамки всевозможные ограничения графики вот этот вот time management это вот совсем не про вас вы находитесь вот каком-то своем если у вас там есть какие-то планы и что-то расписано то она не будет расписано вот в традиционном в обычном порядке да как вот берут вот этот schedule да то есть допустим некие прописываем вот это надо вот это нет вы так не будете делать вас она как-то если будет что-то прописано то здесь мне идет как-то вот по-своему то есть может быть не планы я не знаю может быть берете вот эти вот стикеры но бумажки да на которых наклеен вот эти желтые белые которые клеятся на них может быть что-то напишите и наклеили на холодильник и так вы понимаете что вот это надо сделать то есть это вот как-то не как-то в одном месте организовано даже если это будет вот в одной тетрадке она может быть знаете так вот интересно сверху что-то написано потом как-то перевернута может быть блокнотик тетрадь вверх ногами там что-то сзади написано потом как-то вот переворачиваете вверх по-разному это может быть на полях тоже что-то пишете ну то есть какие-то вот заметки ну не не так вот как прям вот дайте по порядку поэтому ваша сильная сторона как говорят карты но я не уверена ну то есть я не знаю почему это круг я скорее всего больше склоняюсь к треугольнику это вот ваша прям мне идет почему мне не 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 откликается круг потому что либо это есть вас но вы как-то этим не пользуете вот что-то такое почему то может быть скрываете и ваша слабая сторона это вот как раз таки квадрат и зигзаг то есть слабая сторона в плане того что вот вы не любите этих рамок наоборот вы не любите вот эту вот структуру когда все понятно когда все упорядочено здесь кстати в коммуникации есть какая-то сложность что вы как будто бы не можете доносить и информацию я паузу беру потому что я чувствую свои прислушиваюсь к своим ощущениям чтобы кому-то было понятно да почему я паузу берут не потому что я думаю а потому что я прислушиваюсь к своим ощущениям что он не здесь говорят вот вы любите ощущать знаете так еще интересно особенно взаимоотношениях вы вроде бы создаете взаимоотношения но здесь вот такое вот у меня чувство что вы хотите чувствовать себя свободными не в плане того что вот куда-то пойти изменить кому-то нет как будто бы два взрослых человека да они просто находятся рядом им вы вы ждете этот партнер что вот партнер вас будет понимать что в какой-то момент я не знаю вам позвонил друг либо подруга и вот вы среди ночи оделись и ушли и в отношениях это не совсем приемлемо в плане того что ну как ты ты не можешь и не то чтобы предпочесть друга по другу ну ты должен сказать своему партнеру куда ты идешь зачем ты идешь а вот вот эти вот все все пояснения они для вас немножко ну чуждые то есть вы хотели бы иметь вот свободу в действиях причем если вам предоставить эту свободу вы будете очень верным очень преданным человеком и с огромным вниманием и уважением относиться к своему партнеру вот вы такие достаточно свободолюбивые люди но при этом очень преданной но вот почему-то вот за вашими действиями вот это ваш партнер начинает сомневаться в вашей верности да то есть вообще здесь вот какие-то рамки если работать например вам бы комфортнее было работать из дома какому-то с какому-то своему такому графику то есть вы можете выполнять намного больше работой более эффективно и если нету вот этого там есть на семи до трех не знаю с 8 до 4 вот вам так не надо у вас пускай будет там не знаю с 8 до 8 но то есть больше по времени и но при этом вы будете знать что-то мне на через два часа там не знаю если это офисная какая-то работа встать и ну я не знаю что то сделать приготовить либо куда-то сходить потом я вот как-то знаете переключусь и и работаете так более эффективно вы не любите вот знаете вот какую-то рутину однообразие это вот вот прям вообще не про вас здесь вот так вот такая у меня была третья позиция не знаю насколько у меня получился эксперимент пишите а для меня это нечто новое я уже говорил я люблю такого разного рода эксперименты не знаю насколько вышло или нет но меня это как-то повеселило вообще таро интересная система когда есть понимание смыслов именно не понимание ключевых слов а смыслов самого аркана то играть с этими смыслами достаточно интересно и полезно я с вами прощаюсь до следующего расклада всем пока пока